Так, сейчас я нахожусь около этого замка, Кинта де Регавейра, и вход у него выглядит таким образом. Значит, из минусов, припарковать машину можно только в центре Синтры, здесь с парковкой однозначно будет проблема. Есть тут не более 20 парковочных мест, понимаете, что они всегда будут заняты. И вот так, собственно говоря, выглядит вход в этот замок. Сейчас мы туда и отправляемся. Так, вход в замок стоит 12 евро, и дополнительно 3 евро стоит Радиогид. Это, по-моему, единственная экскурсия, где что-то есть на русском языке. Вообще, очень сложно вообще получить что-то в португалии на английском, но тут, видимо, исключение здесь есть даже на русском языке. Сейчас отправляемся гулять по парку. Сейчас мы попадаем в парк, и суть этого парка такова, что в те времена, в ту эпоху, был, в принципе, главенствующим театр для людей. И здесь вся композиция парка построена по принципу театра. То есть, когда мы гуляем по парку, то определенные части парка были придуманы для того, чтобы в них разыгрывать определенные сцены, определенных спектаклей. Так что здесь в каждой части парка существует определенный... То есть, он создан под определенную оперу. Домная вещь, когда проходим в этой части, вроде бы мы пришли в солидный замок. Что нам здесь может нравиться? Значит, за моей спиной, видите, вот пальцем показываю, есть искусственное дерево. На самом деле, это генератор. То есть, идея этого дерева была следующая. Вот в этом месте сжигали всю листву. То есть, садовники собирали здесь все листья, например, в хранении вот этого дома. И вот в этой части они сжигали все. Это уникальность этого сооружения в том, что энергию отжигания этих листьев использовали для того, чтобы отапливать помещение. И также для помещения в теплице, которые стояли здесь раньше и выращивали саженцы. То есть, уникальность была в том, что здесь все работало на биотопливе. То есть, листья, которые дают обширные листва вокруг этих деревьев, они используются для отопления. Это было в 1905 году, напомню. И также они используются для того, чтобы восстанавливать лес. Вот ничего подобного я не слышал, а это в 1905 году. То есть, те технологии, которые сейчас нам очень необходимы, очень востребованы, они уже были сделаны. И потом, ну, незаконны, были позабыты. Несправедливо были позабыты. А сейчас вы познакомитесь с самым загадочным сооружением усадьбы Реголеера. Колодец посвящения представляет собой 30-метровую башню, на дне которой идет спиральная галерея из девяти ярусов. Попасть на нее можно через нагромождение камней, напоминающие доисторический погребальный монумент. Это место заключает в себе смысл посвящения, символизируя смерть и возрождение посвящаемого, которое ассоциируется с новой, более возвышенной в духовном плане жизнью. Для того, чтобы посвящаемый мог возродиться, он должен пройти сквозь подземный мир мрака в поисках света. Поэтому вход в колодец обращен на север. Поэтому он получает меньше солнечного света. Роза ветров с крестом тамплиеров на дне колодца укажет путь через лабиринт на восток, путь из мрака к свету. При входе в колодец не забывайте, что внутри его темно и сыро, а лестница влажная. Будьте очень осторожны при спуске. Придерживайтесь левой стороны. Примите наше приглашение и погрузитесь в глубины земли, чтобы проникнуться его особым духом. Сделайте это в тишине. Ну вот мы спустились на днище этого колодца. Ну, если, конечно, бы не было здесь такое количество людей, то здесь, конечно, можно было бы его немножко покайфовать. А здесь слишком много народу, и это, конечно, развлекает от самой сути. Если на минуточку задуматься о том, что это было индивидуально приготовлено для одного человека, мне не совсем понятен труд такой гигантской работы, чтобы сделать вот такой огромный колодец только для обряда посвящения. Ну, поэтому я, видимо, и не мормонов. Но когда такое количество народов, то все это превращается в шоу. Это реально весело. Это не страшно, это весело. Но если бы я здесь оказался ночью один, я думаю, кошмары меня бы замучили точно. Поэтому, с одной стороны, хорошо, что здесь толпы туристов, а с другой стороны, наверное, плохо. То есть вы не прочувствуете вот этот кайф, но для себя скажу, что здесь куча пещер, которые находятся вот в этой самой, в этом колодце, где свинцы, и сверху капает вода. И вода, она очень часто создает ощущение такого присутствия. То есть такое ощущение, как будто бы ты находишься в этом колодце, и тебя кто-то стучит по плечу, типа, эй, товарищ, бубка садит. Поэтому здесь и выглядит это немножко стрёмно. Вот, вот эта точка, на нее вы становитесь и поднимаете голову кверху, и отсюда возрождается ваша новая жизнь, и вы начинаете. Да, в эффект, когда не было 3D, это, наверное, те самые ощущения. То есть сейчас достаточно купить приставку 3D и почувствовать себя кайфово. А в те времена нужно было рыть вот такие гигантские колодцы, чтобы почувствовать тот же самый кайф. Ну, вот как-то такая реплика. Так, теперь после колодца просвещения мы должны пройти по такому гроту. Ну, опять же, повторюсь, очень страшно, когда бы здесь один. Если бы я шел здесь ночью один, это было бы действительно очень ужасно. Но если я здесь не один, а здесь куча туристов, кстати, где куча туристов, то все это как бы напоминает совершенно другие оттеночки. Что интересно, что здесь разведление происходит. То есть здесь есть несколько пещер. Здесь есть, например, вот такая пещера, которая ведет непонятно куда. Сейчас мы поймем, куда она ведет. Здесь такой момент, что сюда как бы нельзя. Но, опять же, если сюда нельзя, значит, нам сюда нужно. Реально крутые помещения. Для чего они такие, непонятно. Но, опять же, туда, где нельзя, тут куча иностранцев. Да, французы, кстати, не хуже, чем мы. Ну, и мы попадаем... То есть, фактически, мы заблудились и гуляем по очень непонятным сооружениям. Вау! И каждый раз эти сооружения все круче и круче. Опять же, прикольно то, что здесь слишком много людей, поэтому не так жутко и не так стрёмно. Да. Но, с другой стороны, если бы вы были здесь один и, не дай бог, заблудились бы, я думаю, повеселились бы на славу. Здесь, на самом деле, очень прикольно. И, на самом деле, эти все гроты, они... Ну, это надо, конечно, понимать, что люди, которые это делали, они действительно... Они действительно постарались на славу. И, видимо, здесь использовали факелы, когда гуляли раньше. Ладно, что не сделаешь ради хорошего контента, мы зашли как бы туда, куда как бы нельзя перелезли через решетку и, возможно, эти кадры... Вы ведь... Дальше скрипит, чтобы я поеду не хочу идти, потому что, видишь, что... Что там? Здесь очень узкий перешейк, там дальше есть проход, но здесь всего 20 сантиметра, блядь, мокрой глины. А-а-а-а! Отземная река. Да, действительно. Ну, короче, если вы спелеолог... Блин, как там стрёмно. Да, пошли отсюда. В общем, не надо ходить туда, куда не надо, и будет всё хорошо. Но выглядит это... Ну, как бы так. По крайней мере, мы зашли туда, где не вступала нога простого туриста. А здесь, кстати, либо... А-а-а! Здесь не доделали до конца этот грот. Но здесь, конечно, велись работы. То есть здесь, там, где возможно, да, там эти работы велись. Но на самом деле здесь стрёмно лазить, кроме шуток. В темноте здесь можно просто тупо испугаться. Сейчас нам надо вылезти обратно. Так, зашли мы в один грот, поднялись с другого по пещерам, набегались капитально. Но сейчас интересным было бы не мою интерпретацию, от себя тяну такую, да, а всё-таки послушать правильную вещь. Я приобрёл радиогид, он находится вот здесь. Сейчас мы его подключим и послушаем всю правду об этом месте. Колодец. Этот круглый колодец глубиной около 9 метров – один из элементов лабиринта, который берёт начало на дне колодца посвящения. Это несовершенный выход из лабиринта, то есть грубое, недостроенное сооружение. Поднявшись из колодца на верхнюю площадку на открытом воздухе, посвящаемый встретит закрытое сооружение с недостроенной лестницей, которая ведёт в никуда. Во время карва Лю Монтейру несовершенный колодец напоминал о том, что человек может достигнуть совершенства только путём самопознания, а не в плане физического существования. Врата Стражей представляют собой внушительное сооружение, состоящее из двух боковых башен и центральной обзорной башни. Скульптурный ансамбль включает два тритона, стерегущие врата. В древние времена, в отличие от сирен, тритоны представляли собой особи мужского пола с внешностью полурыб, полулюдей. Их изображение часто встречается среди скульптурных украшений европейских фонтанов. В данном случае оба тритона держат вертикально огромную морскую раковину. И если мы заглянем внутрь её, то увидим меньшую по размеру раковину, жемчужину знания. Побережье Синтры и Кашкайша изобилуют этими моллюсками. В древности они использовались для приготовления красителя. Из них получали пурпур, который предназначался для окраски одежд только императоров и высших сановников. Тритоны также ассоциируются со стражей водных глубин, поэтому они присутствуют в этом туннеле, который ведёт к колодцу реголейры. Знаете ли вы, что океанское побережье Синтры было известно как берег тритонов? Тритон. Субтитры делал DimaTorzok Еще немножко погуляем Здесь что интересно Здесь очень много вот таких вот Нет, нам нужно вот сюда То есть здесь вот такие пещеры встречаются просто на постоянке И сейчас мы посмотрим, куда же они все-таки двигаются Ну, например, выйдем из одной пещеры, из одного грота Вот это замечательное место И попадаем По-моему, волшебное место Здесь еще есть один интересный аттракцион Хождение по воде Мы сейчас попытаемся его найти Темно Так, ладно, выходим еще вот в этом замечательном месте Смотрите, как я двигаюсь Я наступаю на камешки На камешки я иду И попадаю вот в такое волшебное место Здесь мост такой И оп-оп Очень прикольные И это у нас будет выход И выходим мы ровно Вот к такому водопаду, где все фотографируются Такое интересное место Такой интересный гротик Да, кажется, такое ощущение, что эти гроты Они никогда не заканчиваются Но здесь однозначно надо ходить с фонариком Без фонарика здесь немного тоскливо И за одним гротом заканчивается другой И пошли опять многочисленные пещеры Много действительно можно ходить по этим гротам И это очень интересно Но я думаю, замок из разряда за один день не пройдешь И поэтому сюда есть смысл приезжать несколько раз Я думаю, что мы сюда еще вернемся Прикольная шишечка Сейчас мы спускаемся и попробуем найти сам волшебный замок Но лесом, гротами волшебными мы уже насладились И сейчас мы двигаемся в поиске сказочного замка И прикушение, что же там может быть внутри Источник регалира известен тем, что из него бьет лучшая во все синтри вода Он существовал еще до того, как Карвалью Монтейру приобрел усадьбу Именно из-за его превосходного качества Под руководством Луи Джимонени был расширен фасад И установлены каменные украшения с большим символическим значением Стол, алтарь, трон, ряд сидений и обелиски на самом верху Обратите внимание на центральную часть с инициалами СМ Первые буквы фамилии Карвалью Монтейру в португальском написании И на изображенную ниже раковину, которая считается символом женственности и зарождения жизни Вспомните знаменитую картину Боттичелли «Рождение Венеры» Таким образом источник оформлен как своего рода храм среди парка Где журчание воды приглашает к созерцанию подзвуки живой природы Надо обратить внимание на то, что мы взяли с собой радиогид Штучка стоит 3 евро Я повторю, что это единственное место в Португалии, где есть экскурсия на русском языке Если бы не было этой штуки, я думаю, глупое было бы посещение этого места Она дала настолько много, потому что твоему мозгу очень сложно воспринимать многие архитектурные формы И многие ландшафтные формы Эта штуковина, вот как я вам сейчас вставлю, этот радиогид Он действительно объясняет очень многие вещи Это очень зачетно Не обойдем, если за сегодня я сразу говорю, все Очень уж много всего Но я думаю, в несколько роликов мы уложимся А мы здесь еще будем не один месяц в Португалии И поэтому оставайтесь на нашем канале Будем вас радовать Идем дальше В капеллу Что же, вот мы и нарвались на самый шикарный замочек, который здесь есть Он действительно выглядит очень волшебно, очень антуражно Сравниваю впечатление, знаете, с чем? Когда я увидел впервые Нойш Вайнштейн, лебединый замок безумного барварского короля У меня такие же ощущения Я в предвкушении уже чего-то интересного Но по пути нас встречает вот такая капелла С опять же звуками водопада Очень интересное сооружение Еще один грот Мимо которого просто невозможно пройти Насколько он красавчик Насколько он реально крут И находится он у капеллы, в которую тоже хочется войти Часовня Реголеры, построенная в период с 1903 по 1908 год Настоящий шедевр стиля неоманулину Масштабы постройки еще больше подчеркивают тонкую работу мастеров А башни и венчающие части как будто уносят архитектуру ввысь Начните осмотр с великолепного фасада На котором слева изображен святой Антоний И справа святая Тереза Авельская Центральная скульптурная группа воспроизводит таинство Благовещения Когда архангел Гавриил возвещает Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса В верхней части часовни виден крест военного ордена Христа Преемника Мессии Тамплиер в Португалии Внутри часовни главный алтарь, обращенный на восток Изображает сцену коронования Девы Марии под голубкой Святого Духа Техника венецианская мозаика На полу изображены два важных символа Португалии Армиллярная сфера и крест военного ордена Христа Португальского преемника ордена Тамплиеров Мозаика для пола, витражи и принадлежности часовни Были заказаны в Милане и Венеции Обратите внимание и на другую интересную деталь На потолке у входа в виде горельефа Изображена треугольная эмблема Всевидящее Око Как христианский символ она представляет Божественную Троицу Отца, Сына и Святого Духа В масонской иконографии она упоминается как лучезарная дельта С глазом великого архитектора Вселенной Вписанным здесь Тамплиерский крест Во входной части часовни находится купель и проходы к кафедре и крепте Где находилось тело Карвалью Монтееру Умершего 25 октября 1920 года Выходим из этой часовни и конечно же что мне здесь нравится это идеальность работ Все что здесь сделано и включаем мозаику и систему водоснабжения и систему гидроизоляции И саму гротовую систему Надо отметить качество работы она просто безупречна Просто прошло более сколько? Вторая сотня лет идет Но качество действительно в идеале Что же мы вышли из грота и попадаем ровно в замок Сейчас мы поднимемся в этот замок и посмотрим Что же в нем интересного Насколько он волшебный Насколько он отличается вообще от сада Но я уже прямо в предвкушении к такому Вот мы и у дворца Реголейры Орнаментное и символическое разнообразие его фасадов, балконов и террас не может не вызывать восхищения Дворец Реголейры был возведен в 1905 году по проекту Луиджи Моннини на фундаменте особняка прежних владельцев В его архитектуре очевидно влияние португальского стиля Мануэлина Весь двор построен из доставленного из района Ансау известняка на склоне усадьбы Который обращен к центру Синдры так, что от панорамных видов захватывает дух При осуществлении проекта Кинта Дарри Голейра Луиджи Моннини проявил себя глубоким знатоком архитектуры Мануэлина И смог притворить в жизнь грандиозные идеи ее владельца Энтузиаста, фантазера Карвалью Монтееру Исполнение проекта было поручено скульпторам, мастерам-каменщикам, краснодеревщикам и слесарям известной школы Жуао Машадо из Куимбры А также знаменитому резчику из Синдры Жулио да Фонсека Умение мастеров дало прекрасный результат Работы во дворце были завершены в 1912 году Благодаря применению последних технологий, жизнь в этом доме отличалась большим уровнем комфорта Располагая электричеством от генератора, центральным отоплением от установленного в подвале котла и водопроводом Семья Карвалью Монтееру пользовалась малодоступными в то время удобствами Живя в гармонии между ревивализмом в искусстве и последними технологиями А сейчас поднимитесь по лестнице главного входа И взгляните на портик, украшенный затейливым растительным орнаментом, а также мотивами в стиле Нео Ману Лину Приглашаем осмотреть интерьеры дворца Регалиеры Мы находимся на парадном этаже дворца, который служил местом семейного времяпровождения Он состоит из шести залов, оформленных под влиянием таких стилей в искусстве, как Ману Элину, Ренессанс и Барокко Охотничий зал шестиугольной формы, имеет большие панорамные окна Мозаичный пол с растительными и анималистическими мотивами, доминирующие тему, то есть охоту Главным элементом здесь выступает огромный камин Дворец имел центральное отопление, так что камин играл чисто декоративную роль Над камином представлена сцена охоты на оленя и кабана, выполненная из резного камня Несколько выше небольшая скульптура, изображающая фигуру егеря Так обыграна семейная фамилия Карвалью Монтейру, где Карвалью означает дуб, а Монтейру – егерь, лесник Этот зал служил для приема гостей Он оформлен в стиле эпохи итальянского возрождения, примером которого является изысканный потолок из кессонов из дерева дуба Обратите внимание на орнамент на деревянных элементах и ботанические мотивы, типичные для эпохи нео-ренессанса В глубине зала привлекает внимание красота и тщательность в выполнении декоративных элементов, равно как и роспись стены, символизирующая противоположность мужского и женского полов Остальные стены украшены десятками медальонов с монограммой SM Это первые буквы фамилии Карвалью Монтейру в португальском написании Имена Антонио Аугушту и Бербедуа, имя супруги Карвалью Монтейру, перевитые золотистыми лентами в форме сердца, выступают как дань уважения супружеской любви Это одно из самых просторных помещений дворца, где в наше время происходит большая часть культурных мероприятий генты Дарьи Галлеера Архитектор чувств Луи Джимонини, архитектор, художник и сценограф итальянского происхождения, родился в 1848 году Работал в знаменитом Миланском театре Ла Скала В 1876 году он прибывает в Португалии для работы в Королевском театре Сан-Карлос в Лиссабоне Где благодаря своему таланту и тонкому чувству вкуса завоевывает признание в артистической среде До усадьбы Ри Галлеера его самое выдающееся архитектурное творение – это дворец-отель Бусаку в центральной части Португалии, который был возведен в 1885 году в полнейшем соответствии с изобразительным языком романтизма Манини приступил к осуществлению проекта Кинта Дарри Галлеера в 1898 году Помимо того, что его эстетические и философские вкусы явно совпадали со вкусами Карвалю Монтейру Сильное влияние на него оказала и природная красота Синтры Он уже был знаком с Синтрой, так как участвовал в строительстве виллы Сосетти И как декоратор-сценограф в росписи Шале Бистер Кинта Дарри Галлеера стал его последней работой в Португалии После чего он вернулся в Италию, где умер в 1936 году в возрасте 88 лет Этот зал с декором в стиле возрождения, типичным для области Ломбардия на севере Италии, служил для игр и развлечений На потолке висит огромная люстра из кованого железа, которая освещала бильярдный стол, имевшийся в то время в зале Обратите внимание на камин из известняка из района Ансау, на дымовой турбе которого сейчас изображен герб города Синтра Все четыре стены украшены ручной росписью с растительными мотивами Представлены гербы таких городов, как Порту над камином, Куимбры справа, Лиссабона с каравеллой и, наконец, Браги, сыгравшие определенную роль в процессе формирования Португалии как державы Потолок из древесины дуба украшен картинами, которые изображают 20 королей и 4 королевы Португалии Весьма любопытна картина, на которой изображен король Дон Дениш, единственный, кто представлен именно в фас Есть мнение, что он был изображен таким образом благодаря его роли в создании военного ордена Христа, португальского преемника ордена тамплиеров Вы его видите? Этот зал, смежный с королевским, использовался как место для курения, когда здесь жила семья Карвалью Монтейру Декор в неоклассическом стиле, потолок из дуба с декоративными элементами и четырьмя щитами, на которых изображены деревья с корнями, листьями и плодами, ориентированными на четыре стороны света О деревьях известно, что это дубы Еще одно напоминание о семейной фамилии дуб по-португальски Карвалью Ну что же, мне тут действительно по-настоящему нравится и для меня это место что открыло? Во-первых, волшебные виды, то есть когда я смотрю из окна, я здесь вижу и божественный замок Пену и замок Мавров Второй момент, я здесь увидел действительно архитектурную мысль архитектора Карвалья и мне это действительно очень понравилось То есть такой стиль я не видел нигде Я думаю, что эти вещи мы отфоткаем, отснимем и будем использовать в своих работах Потому что то, что сделано здесь, это действительно божественно и такие вещи вряд ли ты где-либо увидишь Мне здесь понравились некоторые техники, то есть когда мы были, например, в Голландии и отжили в Амстердаме год и работали там на реставрации, реконструкции Мы уехали оттуда и нашим клиентам предлагаем новые фишки И теперь я здесь увидел работы Карвалью и теперь я точно буду знать, кого мне копировать и где А вы можете погуглить, это архитектор Карвалью, это действительно архитектор-сказочник, волшебник И те интерьеры, которые он делает, невозможно сравнить ни с чем Они примерно за моей спиной, это действительно очень божественная вещь И те работы, которые он делал с деревом, те работы, которые он сочетал с обоями, это действительно очень шикарные тренды И если у нас все копируют в Версаль, то я бы обратил внимание на Карвалью для солидных домов Ну и не только для солидных домов, для мастеров, которые пытаются делать необычные вещи Мы за моей спиной Карвалью и те переходы багетов, которые здесь сделаны, они просто необычные Например, смотрите, как потолок обыгран То есть получается, что у нас потолочек неровный, а у него не то, что как сейчас у нас убого делают там 6-12 уровней А он просто скошен и у него нет ни одной грани То есть вот то, что за моей спиной, этот потолок, это просто шедеврально Вот он, шикарный замок, так он выглядит И вот тот безумный ландшафт, часть ландшафта огромного парка, который действительно строился с душой Строился действительно с гигантской идеей, просто с невероятной мыслью И который пережил своих хозяев и теперь является не только достоянием Португалии, но и достоянием всего человечества Шикарное место, безусловно, рекомендовано к посещению Что здесь интересно, здесь вид на замок Мавров и вид на замок Пену Здесь конкретно разбита садовая группа на какие-то пьесы, которые в тот момент действительно звучали в театре То есть ты заходишь в какую-то часть замка, ну ландшафта, леса И там находится именно какая-то пьеса, именно интересная пьеса И ты живешь в сказочном волшебном замке, который даже сейчас до конца не дореставрирован Как вы видите, только сделан один этаж для того, чтобы показать это наследие, достояние людям А весь замок, весь сад нужно изучать Здесь нужно изучать, работать ученым для того, чтобы понять смысл, загадку И здесь столько же секретов, как, например, Безумный Людовик оставил То есть здесь для потомков работы еще не на одно десятилетие Замечательное место Все работы, начиная от ковки, дверных ручек, начиная от дизайна Здесь в идеальном сложении Ну что же, на этом наше путешествие в волшебный замок заканчивается И эти путешествия действительно были не напрасны Мы действительно очень много и увидели крутых сооружений То есть, наконец-то, я увидел дизайнера, который меня вдохновил больше, чем Людовик Баварский И я знаю теперь место, которое можно приравнять примерно с замками Безумного Людовика Это именно это место И, наконец-то, в Португалии есть достопримечательность номер один Ну, а об этом месте поподробнее на нашем канале о путешествии Итак, это место, наверное, самое шикарное, которое я посещал в Португалии Я в Португалии уже второй месяц Более 50 объектов я посетил И я думаю, что это самое шикарное место То есть, круче, чем вот это место Но до сих пор мне не удавалось ничего увидеть То есть, меня вдохновило то, что я вот здесь увидел истинно португальский стиль То есть, я много уже ходил по Португалии Посетил более 50 мест И я не видел в Португалии настоящего португальского стиля Когда я оказался в этом месте Наконец-то я увидел, что такое настоящий португальский стиль Как он выглядит Наконец-то я увидел сочетание итальянского шедевра и португальского Он за моей спиной И те технологии, которые здесь применялись Те дизайнерские фишки и трюки, которые я здесь увидел Я думаю, это надолго И я их обязательно буду принимать в своей практике То есть, я хотел бы поработать на реконструкции таких замков Это моя мечта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!